МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». В студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Задачи на перспективу. Канажские власти отчитались о проделанной работе и наметили планы на ближайшие годы. Карантин для отдыха не повод. Во время вынужденных каникул в школах республики организовали онлайн-уроки. Старт для всей страны. Жители Чуваши приняли участие в самой массовой лыжной гонке. Канаж должен стать территорией привлекательной для инвесторов. Эта задача вполне по силам муниципалитету. Здесь подвели итоги социально-экономического развития. Какие проекты предстоит воплотить в реальность канажским властям, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. На этом макете индустриальный парк Канаша как на ладони. В ближайшие годы именно здесь появятся новые заводы. Перспективный проект – предприятие по глубокой переработке пшеницы. Предпринимателям уже подыскали необходимую площадку. Коммуникации сюда подведут за счет бюджета. И железнодорожный узел, и федеральная трасса, и потребительский рынок по-другому должен развиваться. И с точки зрения взаимоотношений органов власти с бизнес-сообществом. Все должно быть выстроено на принципах уважения и доверия. Инвестиционные проекты городу необходимы как воздух. Это поможет решить проблему с рабочими местами. Судьба городообразующего предприятия «Промтрактор-вагон» сейчас решается на высшем уровне. Один из вариантов на сегодняшний день – площадка «Промтрактор-вагон» будет рассматриваться российскими железными дорогами для своего производства. По-другому говоря, они будут выкупать. Как раньше был бы, по-моему, ремонтный завод при РЖД. Примерно такая схема должна быть выстроена. Более привлекательным должен стать и облик города. Ближайшие пять лет власти Канаша намерены отремонтировать более 200 дворов в планах замена изношенных жилищно-коммунальных сетей и рекультивация старой свалки. Руководством республики перед нами поставлена задача до 1 июня 2017 года разработать проект рекультивации недействующей свалки твердых коммунальных отходов, получить положительное заключение экологической экспертизы и сделать заявку на получение федеральных средств на выполнение работ. На сегодняшний день уже выполнена работа по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологическим изысканиям. Свои вопросы властям задавали и горожане. Многодетных родителей, получивших земельные участки для строительства домов, волнует, как скоро будет готова инфраструктура для этих мест. Все обращения горожан местные власти взяли на учет. Глава республики отметил, что инициативы жителей необходимо учесть в программе развития Канаша. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Любой гражданин страны, где бы он ни находился территориально, должен иметь доступ к госуслугам. Такова цель федеральной программы «Электронное правительство». Как она выполняется в Чувашии, обсудили на еженедельном совещании у главы Чувашии. Чувашия работает в программе уже несколько лет. В 2016 году, по данным Мининформ политики республики, 50% граждан, пользующихся госуслугами, делали это в электронном виде. Через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральные органы власти было направлено более 140 тысяч запросов. Это 99% всех поступивших обращений. В настоящее время необходимо усилить работу по популяризации получения услуг в электронном виде, продолжить обучение граждан работе с единым порталом госуслуг, считает Мининформ политики Чувашии. Мы для себя ставим задачу, чтобы в течение этого года мы еще активнее поработали первое, чтобы перейти на единый портал госуслуг, с регионального портала. Дальше обучение граждан пользоваться порталом. Это тоже очень большая задача. Это и школы, особенно сельское место. Кроме того, на совещании обсудили предстоящую презентацию Чувашии на заседании клуба руководителей торгово-экономических миссий иностранных государств, аккредитованных в Москве. В 2016 году количество стран наших экспортных партнеров увеличилось на 14%, сегодня их около 70%. Участие в заседании клуба позволит расширить внешнеэкономическую деятельность. В этом году процедура приема заявлений в первые классы столичных школ упростилась. В электронной очереди стоят порядка 7 тысяч будущих чебоксарских первоклассников. Цифра немалая. Ряд школ в связи с этим оказались перегруженными. Эту проблему обсудили на совещании в столичной администрации. Электронная запись будущих первоклассников в чебоксарские школы прошла благополучно. Сбоев не допущено. Планируется, что в этом году в первые классы пойдут около 7 тысяч детей на 17% больше предыдущего года. За каждой школой законом закреплен близлежащий городской микрорайон. При этом возникла проблема перезагруженности ряда образовательных учреждений. Это касается школ номер 59 и номер 61, а также гимназий номер 2 и номер 4. Для того, чтобы выйти из этой ситуации, в гимназии номер 4 планируется открытие двух дополнительных классов. В гимназии номер 2 провести доукомплектование до 60 человек и направить часть детей в гимназию номер 4. 59-я школа разместит свой филиал в школе номер 29. Там будут открыты дополнительно три класса. Часть детей школы 59 уже сегодня распределены в школу номер 45 и 54, а также пожелания родителей могут быть направлены в школу номер 48. Из школы номер 61 дети будут определены в близлежащую школу. Это школа 50, 18 и лицея номер 4. Но не все дети могут рассчитывать на школу, которая видна из окон своего дома. Некоторые предприимчивые родители первоклассников оформляют фиктивную временную регистрацию для того, чтобы направить детей в определенную школу, что противоречит нормам закона. Школа 59, школа 61, гимназия 2 и гимназия 4. Мы видим, что родители привозят детей из других районов, прописывают их на территории этих школ, ущемляя права тех, кто живет на этих территориях. Дети выросли рядом с этими школами и в итоге не могут туда пойти из-за того, что возник искусственный ажиотаж. В некоторых квартирах прописываются по 2, 3, 4 человека. Это ненормально, с этим нужно бороться, поэтому Алла Ленину нужно и с родителями проводить работу. Этот ажиотаж не нужно создавать. Предлагать им другие места для обучения. Алексей Ладоков поручил подключить к решению ситуации полицию и миграционную службу. Нельзя, чтобы кто-то начал выстраивать бизнес на продаже прописки для будущих первоклассников. Родион Архипов, Елена Гальперина, Сергей Адушкин. Республика. В пяти чебоксарских школах временно приостановлен образовательный процесс. Гриппом и ОРВИ в них болеют более 20%. Но благодаря современным технологиям ученики не пропускают уроки и продолжают грызть гранит науки дистанционно. Одиннадцатиклассник Илья Афгсентьев уже неделю не посещает родную гимназию номер 4. С 7 февраля он, его одноклассники и остальные ученики сидят дома и учатся по скайпу. Таким образом мы можем не терять время, сидя за компьютером просто, а заниматься с учителем. То есть проводить то же самое время, но с пользой. Сейчас время, деньги и получается мы стараемся отдать все время учебе. Потому что времени сейчас категорически не хватает. И любую минуту, секунду нужно использовать, чтобы как можно лучше подготовиться к ЕГЭ. И сдать и поступить в хороший босс. Со своим учителем английского языка Алифтиной Филиповой Илья занимается каждый день. Преимущество электронного образования Алифтина Альбертовна оценила сразу. С учениками всегда онлайн. Качество образования из-за того, что детям очень интересно дистанционно работать, возможно даже в чем-то повышается. Это принципиально другой уровень, другой вид. Скажем так, образовательной работы, которая вызывает у детей большой интерес. Несмотря на то, что дети школу не посещают, у учителей работы хватает. Приходится точно так же готовиться к урокам, уточнять учебные планы, составлять домашние задания и готовить отличников к Олимпиадам. Сейчас школы не посещают почти 5000 чебоксарских школьников. Обучение временно приостановили до 14 февраля. Но уже 15 февраля все ученики должны вернуться за парты. И еще одна приятная новость. Смотря на то, что учебный процесс на 7 календарных дней у нас приостановлен, на весенние и на летние каникулы это не повлияет. Татьяна Раевская, Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. То же самое ОСАГО. С января этого года страховые компании в обязательном порядке предоставляют услуги покупки и продления полисов автострахования в электронном виде. Электронная ОСАГО призвана упростить процедуру приобретения, ее доступность и сократить время оформления документов. Закон есть закон, но как все происходит на самом деле, узнавала наша съемочная группа. За рулем этого Ниссана Александр Думилин уже около двух лет. Со своим железным конем практически не расстается. Постоянные деловые поездки, командировки в другие города. Александр признается, без авто, как без рук. Все необходимые документы всегда в порядке. Вот скоро закончится страховка, а без нее никуда. Я услышал от друзей, что можно зарегистрироваться и получить электронную версию страховку. Решил попробовать. Компьютер с выхода в интернет, необходимые документы, банковская карта и несколько минут свободного времени. Все, что нужно для оформления электронного полиса. Этот раздел есть на сайте любой страховой организации. Для начала нужно зарегистрироваться, а затем ввести свои данные. Сила Батрин, Батринский район нашел. Пару кликов мышью и щелчков клавиатуры. Результат – готовый полис. Казалось бы, все элементарно, но у Александра возникли проблемы. У меня до конца не получилось, потому что там очень много времени занимает. Спрашивают очень много документов. Когда получу эту страховку, получу ли я эту электронную страховку, это неизвестно. Я считаю это основным минусом этой электронной страховки. Для себя автолюбитель решил однозначно – купит бумажный полис в офисе страховщика. Проблемы с онлайн-оформлением есть и у некоторых других водителей. Свершилось. Росгострах дал таки оформить ЕОСАГО. Запросы браузера обрабатываются через раз, а то и через два. То ли сервера еле дышит, то ли специально так сделали для удобства. 2 февраля ЕОСАГО оформил. Нервные клетки не восстанавливаются, а жаль. Я купил. В Росгострахе. Никаких допов. Уже круто. Потратил времени от силы минут 20. Было страшно, конечно, что просто выкину деньги. Но нет. Выслали на почту. Распечатал. Проверил полис по базе РСА. Все гуд. Так что первый блин, то есть оформление ЕОСАГО, оказался комом. Но все же первый шаг сделан. Специалисты предупреждают, чтобы у сотрудника ДПС не возникло вопросов, нужно иметь при себе распечатку электронной страховки. Инспектор проверяет поддальность полиса с помощью Банка данных Российского союза автостраховщиков. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Сергей Адушкин. Республика. Сегодня глава Чуваша Михаил Игнатьев обсудил с генеральным директором завода Чувашкабель Игорем Куртуновым инвестиционные проекты и дальнейшие планы развития предприятия. Руководитель предприятия рассказал, что завод успешно развивается, активно внедряются новые разработки, реализуются инвестиционные проекты. Более половины объема производимой продукции на Чувашкабеле используется для нужд оборонно-промышленного комплекса. Предприятие прочно обосновалось в клубе миллиардников. По итогам 2016 года отгружена продукция на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Сейчас на заводе работают 800 человек, но требуется еще порядка 50 рабочих. В музее Чувашской выставки открылась выставка по зову предков Сувар. Ювелирные украшения, монеты, главные уборы. В экспозицию вошли как оригинальные, так и реконструированные экспонаты. Серебряная кладовая – уникальный проект, который призван показать все богатство и самобытность чувашского народа через предметы ювелирного искусства. Не только мы будем демонстрировать в этой кладовой наши богатства, которые мы имеем, в фондах нашего музея. Но это место, где будем демонстрировать разные выставки наших мастеров, мастеров не только из Чувашии, но и из других регионов. Серебряная кладовая представит жителям и гостям столицы лучшие образцы культурного наследия. Частная коллекция известного чувашского ювелира – первый современный экспонат в Серебряной кладовой. Наши древние предки нам ничего не оставили. Ни дворцов, каких-то шепардов, ни пирамид, как у других народов, ни каких других сооружений крупных. Наши предки нам оставили великолепные украшения. Возможность первым представить украшения в специально оборудованном зале Владислав Николаев получил не случайно. На протяжении долгих лет он занимается коллекционированием и реконструкцией женских серебряных украшений и головных уборов. Вот изделия суваро-булгарские, ну в основном суварские, это с 10 по 14 век. Это вот моя часть коллекции личная. Потом часть этого 17, 18, 19 век, вот это головные уборы. Потом вот реконструкция, вот головные украшения, которые я делал. Специально для этого сделал кучу штампов. В рамках проекта был создан первый в России каталог традиционных украшений и головных уборов Чувашии 18-19 веков, изготовленных из серебра и бисера. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. В этом году, 14 февраля, НИР в пятый раз отметит Международный день дарения книг. Как появился новый праздник для влюбленных книги и как провести его с пользой для себя и окружающих, на эти вопросы ответит Юлия Важенина. Пока влюбленные пакуют подарки ко Дню Святого Валентина, рисуют валентинки и бронируют рестораны для романтических ужинов, сотни людей по всему миру готовятся отмечать уже пятый по счету Международный день дарения книг. Неофициально этот праздник можно назвать Днем влюбленных в книги. Ведь ни для кого не секрет, что книга – это самый лучший подарок. Поздравляю! Спасибо! История праздника началась с маленькой традиции в семье американского книжного блогера Эми Бродмур, где на День всех влюбленных принято дарить друг другу и детям книги. Традиция вышла за рамки семьи, когда Эми обратила внимание на то, что в мире очень много детей не имеют доступа к книгам. Тогда-то она и решила отметить очередной День Святого Валентина, подарив книги не только собственному сыну, но и бедным детям, у которых нет личных книг. Инициативу блогера подхватили активисты по обе стороны океана. Только за прошлый год в городские библиотеки поступило около тысячи экземпляров изданий. Эти книги неизменно пользуются большим спросом и успехом, так как они посвящены самым разным отраслям знаний. География самая различная. Большая часть, конечно, это наши чебоксарцы, гости нашего города. Они оставляют книги, приносят и в наши библиотеки, и в центральные филиалы, и оставляют в летних парках читалочках в шатрах. Известная писательница Светлана Березкина 15 лет проработала в библиотеке. Она, как никто другой, знает и понимает ценность и значимость книги. Поэтому книги библиотекам Светлана Ивановна дарят часто. Хочу выйти с предложением на Чувашию и предложить книги о шахматах, которые собирал всю жизнь мой муж. Как мне хочется, чтобы они так же служили другим, как служили в свое время ему. Было бы здорово, если бы каждый из нас вместе с Валентинками подарил книгу, не обязательно новую. А что касается библиотек, то поделиться с ними печатными сокровищами можно не только 14 февраля, но и в любой другой день. Ведь так мы продлим жизнь книгам и распространим по всему миру любовь к чтению. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. На старте вся страна. В минувшие выходные жителей более 70 регионов сплотила лыжня России. Массовая гонка привлекает все больше поклонников этого вида спорта. Только в Чувашии на лыжи встали более 60 тысяч человек. Причем некоторые участники ярко заявили о себе. Подробности в следующем материале. Восьмерка хаски уже не первый год становится символом чебоксарской лыжни. Собачья упряжка возглавила вип-забег и финишировала под громкие овации болельщиков. Героями лыжни стала и династия Салдимировых. Супруги воспитали целую плеяду биатлонистов. Успеха в спорте добился и сын, став серебряным призером первенства мира. Глава республики вручил спортивной семье благодарности и памятные часы. А к Пимину Петрову выстроилась целая очередь желающих сделать фото. Каждый год на старт массовые лыжни ветеран войны выходит в лаптях и необычных лыжах из карельской березы. Пимин Иванович получил их в подарок от отца 78 лет назад. Говорит, что благодаря частым тренировкам чувствует себя моложе. Свой возраст ветеран назвал только с третьей попытки. На старте профессионалы и любители. Участникам самого массового забега предстояло преодолеть три километра. Для кого-то лыжня России стала семейным праздником, а для кого-то дебютом. Я сама первый раз участвую. Очень понравилось. Нумереваюсь и дальше принимать участие. Народа очень много. Трасса не короткая. Было нелегко, но тем не менее. Количество участников лыжни России растет из года в год. Массовые старты дают в каждом районе республики. Румяные лица, красивые улыбки. Вот оно где счастье. Хочется сказать всем спасибо большое. Так держать. Лыжня России продолжает бить рекорды. Только в Чебоксарах на массовые старты вышли порядка 14 тысяч человек. Горячий чай в этот день лился рекой. Чтобы угостить всех желающих, подготовили более 700 литров напитка. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова